Все решается по одному звонку. Сегодня все экстренные службы по сигналу съехались к месту ЧП. Что произошло, расскажет Карина Срудинова. Вызвать экипаж ГИБДД, карету скорой помощи или пожарный наряд одним нажатием кнопки. Сделать это можно с помощью новой системы ЭРО ГЛОНАСС. Для этого внутри автомобиля устанавливают специальный терминал. Он передает сигнал оператору. Время ожидания помощи сводится к минимуму. Из автомобиля сигнал попадает в центр управления нарядами. Дальше он идет в экстренные службы. Дежурный определяет ближайшую к месту происшествия машину ГАИ, патрульно-постовой службы, скорой или пожарной. И направляет их к пострадавшим. На карте вся Казань. После нажатия кнопки место происшествия сразу загорается на мониторе. Программа показывает район, улицу, а также марку автомобиля и его номер. Можно отследить и передвижение машин спецслужб. Данная система, система управления мобильными нарядами, позволяет наблюдать за автотранспортом, который отображается по системе ГЛОНАСС, который заступил на службу нанесения дежурства по городу Казани. На данный момент мы видим автомашины разных служб подразделений. Также мы можем наблюдать происшествия и их состояния, которые произошли на данный момент по городу Казани. Система может запросить помощь автоматически, например, в случае серьезной аварии, когда пассажиры без сознания. Активизируется программа, если сработали подушки безопасности. Еще один плюс системы. На быструю помощь можно рассчитывать, даже выезжая за рубеж. Если татарстанский водитель выезжает, например, в одну из стран таможенного союза, Белоруссию или Казахстан, его машина, попав, не дай бог, в ДТП, либо в нештатную ситуацию, будет обслужена соответствующей системой данной страны, Белоруссии и Казахстан, где такие же системы строятся на сегодняшний день. В Европе, если татарстанская машина поведет в аварию, там она будет обслужена европейской системой ЭКОЛ. Заработает система уже в следующем году, а в 2015-м заводы начнут выпуск автомобилей с уже встроенными терминалами. Старые авто прибор можно будет установить в дилерских центрах. Планируется, что через пару-тройку лет терминалами будут оборудованы все машины в стране. Карина Насрудинова, Равка Дзядинов, Вести, Татарстан.